Доброго дня, дорогие друзья! С вами Анастасия Купарева, и я рада приветствовать вас на своем кулинарном канале. По совету свекрови приготовила сливочный сыр дома, впечатлилась простотой и бюджетностью рецепта, делюсь теперь с вами. Также в конце видео покажу, как приготовить из этого сыра пряную намазку для бутербродов. Для приготовления нам понадобится 1 литр натурального йогурта. Я готовлю йогурт самостоятельно, также можно использовать магазинный. Кефир также подойдет, но готовый сыр будет с кислинкой. Йогурт необходимо хорошо заморозить, чтобы он весь промерз как следует. Это занимает от 12 до 24 часов. Переливаем йогурт в целлофановый пакет, чтобы удобно было потом его размораживать. У меня всегда в морозильной камере лежат несколько пакетиков таких заготовок, хлеба не просят. Йогурт хорошо заморозился. Использую чашу, чтобы в нее слилась сыворотка. Ставлю сито. Обязательно оставляю расстояние для сыворотки. Укладываю ткань и уже на нее замороженный йогурт. Укрываю, чтобы ничего лишнего не попало. Можно сделать и по-другому. Подвесить замороженный йогурт в тканевом мешочке над литровой емкостью. Если у вас дома тепло, то сыворотка отделится от сыра за ночь. Я обычно ставлю в 4 вечера, чтобы к утру мягкий сыр был готов. Вот такой замечательный крем-чиз получился. Этот мягкий сыр можно использовать для приготовления роллов, крема для тортов, соленых соусов. И один из вариантов подачи, который всем придется по вкусу, это пряная намазка для бутербродов. Из 1 литра йогурта получилось 240 грамм сливочного сыра. Сыворотка вся стекла, она прозрачная, ее я сохраню и буду использовать для приготовления оладушек и хлеба. А теперь за минуту сделаем пряную намазку для бутербродов. И сюда очень хорошо подойдут специи. Куркума, хмели-сунели, паприка, душистый перец, базилик, петрушка, прованские травы, острые перцы, черный или красный, а также соль. Вы выбираете специи по своему вкусу и тот ассортимент, который есть у вас дома. Все смешиваем, добавляем соль. Куркума, хмели-сунели, петрушка, петрушка, петрушка. Готово! Обещаю, она никого не оставит равнодушным. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, поделитесь впечатлениями в комментариях, оставьте свой лайк и подписывайтесь на мой канал, ведь скоро будут новые видео. Удачи вам и пусть все получится! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!